Как всегда, в десятках коробок предметы первой необходимости. Гостинцы от родных и друзей, оборудование и инструменты. Как рассказала руководитель штаба по сбору помощи солдатам Юлия Домрина, жители региона практически ежедневно приносят посылки, но не все из них можно доставить в воинские части. Поэтому к их формированию нужно подходить максимально ответственно. Очень хочется попросить наших колымчан на сегодня, чтобы они несли ни постельное белье, ни одеяло, ни подушки, потому что на самом деле ребятам тащить с собой на передовую – это очень большой груз, очень большой вес. Спят они в спальниках, то есть это основная вещь, которая им сегодня нужна – это спальник. Кто-то уже год там, и этот спальник не меняется, они просят. Мы сейчас, естественно, будем заниматься этой закупкой. Если кто-то может нам помочь в этом направлении, то мы готовы принять эти спальники. Очень большая просьба к людям не нести продукты питания, печенье, тушенку. Это все есть у ребят. Печенье, которое мы кладем им, в предыдущие посылки клали. На сегодня там очень большой полчища мышей, которые съедают все, в том числе и эти печенья. То есть все, что лежит рядом с этим печеньем, оно тоже все съедается этими мышками. И ребята просят, вот большая просьба от них именно, чтобы продукты питания мы не клали в эти посылки. Поэтому мы, естественно, каждую посылочку проверяем, объясняем родственникам, что можно, что нельзя. Но и в том числе хотим обратиться именно к жителям Магадана, что печки очень важны сейчас газовые, бензопилы, спальные мешки. Также ребята просят иногда какие-то инструменты для машины. То есть если люди могут нам помочь в этом направлении, если они хотят помочь нам деньгами, мы готовы их принять и купить там, отчитаться перед ними. Хотим выразить благодарность от наших бойцов, неравнодушных жителей Магаданской области, за оказанную помощь в сборе средств и материальных ценностей. Бойцы наши обеспечены всем необходимыми продуктами питания, снаряжением, бомбардированием, вооружением, средствами связи. Но в связи с наступлением холодного времени года, все-таки есть потребность в таких вещах, как малогабаритные обогреватели, работающие на дизеле, газу или керосине. Малогабаритные генераторы для того, чтобы подзаряжать в блиндажах и в окопах электронные средства, связи, батарейки и прочие гаджеты необходимые. И все то, что поможет нашим бойцам улучшить свой быт на позициях в это непростое время года. Внести свой вклад в комплектование груза, который отправят в ближайшие дни, можно до 30 ноября включительно. Посылки по-прежнему принимают в областной библиотеке имени Пушкина до 7 вечера. Помощь можно оказать как адресно, так и всем бойцам, которые в ней нуждаются. Также Юлия Домрина показала нашей съемочной группе музей. Экспозиция собрана из предметов, которые волонтеры привезли из зоны специальной военной операции, а также принесенных родными солдат. Здесь медали за боевые заслуги, некоторые присвоены посмертно, осколки снарядов и значки. По словам руководителя штаба по сбору помощи солдатам, посетить выставку может любой желающий. Она расположена на втором этаже библиотеки. Олег Дудник, Илья Пачин. Специально для Карибу.